Королева спорта легкая атлетика собрала участников летних чемпионата и первенства Омской области. Соревнования прошли сразу на двух спортивных аренах. В стадионе Центра Олимпийской подготовки «Авангард» и в спортивном манеже «Сибирский нефтянник». Участие в состязаниях приняли более 300 спортсменов из Омска и сельских районов области. Здесь все-таки видно разницу, все-таки городские более сильнее. Ну и есть звездочки из области, поэтому здесь говорить о каком-то явном преимуществе города нельзя. Соревнования проводились по двум возрастным группам. Юноши и девушки 96-97 годов рождения и младше определили сильнейших в первенстве, а спортсмены 95-го и старше выявили чемпионов Омской области. В программе состязаний бег на стаирские и спринтерские дистанции, прыжки в длину, в высоту, в шестом, метание ядра. Среди победителей первенства Виталий Миллер, атлет Таврического района Влада Оржаховская, Кирилл Иозев, Алина Волошина и Дарья Овчинникова. Золотые медали чемпионата завоевали Алексей Зухов, Ирина Кормильцева, Ольга Варганова. Среди победителей большинство спортсменов городских легкоатлетических школ. Однако и сельским звездочкам еще представится шанс блеснуть. Старт будет, конечно, королева спорта. И на королеве спорта мы также побежим и эстафету, и в личном первенстве. Но в любом случае это проходящий старт. Все равно для нас в Омской области это проходящий старт. 4 июля стартует 43-й областной спортивно-культурный праздник «Королева спорта Таврическая-2013». Сильнейшие атлеты региона вновь сойдутся в споре за медали сельской олимпиады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова